Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! В эфире телепередача «День студентов МЦК ЧМК». Сегодня с вами Данил Тимуков и Данил Кожанов. Студенты Межрегионального центра компетенций Чебоксарский электромеханический колледж. И ведущие данной телепередачи. И гости студии. Студентка группы И-1-16, отличница учебы, председатель научного студенческого клуба, а также стипедиант главы Чувашии 2018 Кондратова Дарья. Добрый день! И выпускник нашего колледжа, чемпион 6-го национального чемпионата молодые профессионалы в компетенции промышленная автоматика Александр Мусатов. Добрый день! Внимание! Сегодня нашу передачу начнут последние новости нашего колледжа. В МЦК ЧМК подвели итоги конкурса студенческого творчества «Звездный дождь-2019». Финал конкурса прошел в формате творческого батла между корпусами. По итогам двухчасового шоу талантов места распределились следующим образом. Гран-при конкурса удостоен второй учебный корпус. Первое место у первого корпуса. Второе место занял третий корпус. И третье место у пятого корпуса. Поздравляем победителей и призеров конкурса и желаем дальнейших творческих побед! На базе нашего колледжа прошел семинар компании «Кэмп Россия» с презентацией сварочного оборудования, которое используется в России для проведения национальных финалов WorldSkills Russia. В рамке семинара победитель Евроскиллс 2018 и Международного чемпионата WorldSkills 2019 Владимир Бабошкин провел для студентов Чебоксарского электромеханического колледжа обучающий мастер-класс по работе на современном сварочном оборудовании. А завершается эта неделя подведением итогов регионального этапа конкурса среди мастеров производственного обучения и преподавателей «Мастер года 2020». 20 и 21 ноября состоялся финал регионального этапа конкурса. И с особой гордостью сообщаем, что первое место в компетенции сварочной технологии завоевал мастер производственного обучения электромеханического колледжа Андрей Егоров. Поздравляем Андрея Сергеевича с победой и желаем успехов на следующем межрегиональном этапе конкурса. Дорогие телезрители, неделю назад наша передача называлась «Творческий колледж». Она была посвящена развитию творчества в нашем колледже МЦК ЧМК Минобразования Чувашии. Данил, если ты еще не забыл, то на прошлой неделе мы задали нашим дорогим телезрителям очень важный вопрос. На каком же музыкальном инструменте играл в музыкальной школе заместитель директора Андрей Николаевич Фомин? А правильным ответом был аккордеон. И сегодня среди них мы разыграем приз – флеш-карту на 16 гигабайт. А победителя определит гость сегодняшней студии – отличница учебы Кондратова Дарья. А победителем стала Ирина Парк. Ты выиграла флеш-карту на 16 гигабайт. Ребята, будьте внимательны. Сегодня будет разыгрываться очередной приз от телепередачи «День студента МЦК ЧМК». Дорогие друзья, тема передачи – учеба в МЦК ЧМК. И давайте все же, как старой доброй традицией, проведем небольшую разминку. Наш блиц-опрос. Пять вопросов, пять ответов. Вы готовы? Да. Да. Кофе или чай? Чай. Чай. Любимое животное? Кошка. Собака. Отдых спортивный или спокойный? Спокойный. Спортивный. Айфон или андроид? Айфон. Андроид. Какой бы способностью вы бы хотели бы обладать? Телекинез. Полет. Вы прекрасно справились с блиц-опросом. Дорогие друзья, тема сегодняшней передачи – учеба в МЦК ЧМК. Давайте начнем с простого ответа на простой вопрос. Кем можно стать в МЦК ЧМК Минобразование Чувашии? Вот что ответили наши студенты. Внимание на экран. Всем привет. Меня зовут Кирилл. И я учусь на специальности монтаж и ремонт электроприборов. В будущем, по окончанию учебы, я надеюсь, что буду работать в акционерном обществе ЭЛА. Я Канила. Я учусь на специальности инфопонструкционные сети и системы связи. Короче говоря, я связи. Скажу вам по секретам, я буду хорошим специалистом, потому что учусь хорошо. Всем привет. Меня зовут Даша. И я учусь на техниках. Ну, в тратике мне подготовили уже местечко, но я буду стремиться к Экре. Ассалам алейкум. Меня зовут Экшат. Моя специальность входит в топ-50. А конкретно я учусь на специальности ремонт, монтаж и техническое обслуживание, биотехнических и медицинских оборудований и систем. Медицинское оборудование не из легких, но я справляюсь. Я Алиса. Выдышите электроприборов. Мы нужны везде. Мы отвечаем за качество. И у нас не пройдет брак. Привет. Я Алексей. Я учусь на специальности монтаж радиоэлектронных аппаратов и приборов. С вами все электронные планы. Ведь они изъездят. Я Лара. Ждим. Меня зовут Рома. Мне 16 лет. Я учусь на сварщиках. А как нам всем известно, сварщики очень востребованы в наше время. Я планирую стать хорошим специалистом. Эти хорошие специалисты получают хорошие деньги. Меня зовут Владимир. И за моими плечами расцелут 5 специальностей. Это защита информационной, компьютерные системы, программирование, веб-дизайн и разработка приложений. И все они связаны с компьютерами. А с компьютерами будущее. Значит, будущее за нами. Меня зовут Дима. Я электроматер. Электрки были, есть и будут. Без нас компьютеры не будут работать. Эй, я Никита. Не смотрите, что я последний. Зато моя специальность первая. Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования. Именно с нашей специальности начал свою деятельность прекрасный колледж ЧМК. И первый выпуск был аж в 48-м году. Жизнь, безданная, неизвестная. Доступайся, ЧМК. Друзья, давайте побеседуем с гостем нашей студии, Кондратовой Дарьей. Даша, на какой специальности ты учишься? На данный момент я учусь на специальности прикладная информатика по отраслям. А вот как ты ее выбрала? Может, тебе кто-то посоветовал или ты сама решила? Ну, данную специальность я выбрала сама. И родители меня в этом поддержали. На тот момент, это был 2016 год, я могла выбрать любую специальность. Так как у меня были хорошие баловые, кстати. И я могла выбирать любую специальность. Но выбрала самую востребованную специальность – прикладную информатику. Трудно учиться тебе? Да, думаю, да. А вот по окончании колледжа ты кем будешь? Каким специалистом? Я выйду с квалификацией техник-программист. А можешь поподробнее рассказать об учебе в нашем колледже? Ну, у нас хороший колледж, учиться в нем интересно. У нас высокопрофессиональные преподаватели с большим стажем, опытом работы. Все есть для отличной учебы. У нас очень много различных кружков, которые способствуют участию студентов в различных мероприятиях, конкурсах. В нашем колледже проводится более 30 мероприятий и конкурсов. Самый, наверное, популярный – это «Твой шаг в науку». Также у нас студенты участвуют в различных предметных олимпиадах. Один из них – чемпионат по профессиональному мастерству. Занимают места, например, в 2015 году лучший электрик России, в 2016 – лучший сварщик России. И вот в 2018 году Александр Мусатов стал чемпионом России по автоматике. На каком курсе ты, получается, сейчас обучаешься? На четвертом. В этом году упускаюсь. Вот как так получается, что у тебя нет ни одной четверки? Потому что я слышал, студент, который ни разу не заваливал экзамен, это вообще не студент. Ну, тот, кто заваливал экзамен, тот не студент. Хорошо. Это что, у тебя ни одной четверки? Нет. А, нет, есть. Было дело на первом курсе. А сейчас ты идешь на красный диплом? Да, стараюсь. А вот за твою успеваемость в учебе тебе идут какие-то награды или, может, привилегии? Да, в 2018 году я получала стипендию главы Чувашии и много различных других привилегий. А трудно было пройти на эту стипендию? Да, по Чувашии подавалось заявление, наверное, около трех тысяч, из которых из них 900 остались стипедиатрами главы Чувашии. Хорошо, спасибо. А вот давай еще. Какой твой любимый предмет? Ну, в школе это была математика, а когда я поступила в колледж, я поняла, что предметов намного, ну, моих любимых предметов намного больше. И это в основном предмет, связанный с его специальностью. А любимые предметы наших студентов мы узнаем сейчас. Внимание на экран. Дима, какой у тебя любимый предмет и как он тебе пригодится в твоей будущей профессии? Моим любимым предметом является английский язык. Я считаю, что английский язык нужен программисту не только для того, чтобы ему было легко адаптироваться и работать с программами, но также программист должен очень часто разговаривать со своими клиентами, чтобы понять, что им нужно. Так что я считаю, что английский язык программисту он нужен. И самым первым языком нужно учить не какой-то там паскаль, все такое, а именно английский. Меня зовут Волков Владимир, я учусь в специальности организации технологии защиты информации. И мой любимый предмет – это программно-аппаратные средства защиты информации. Этот предмет очень важен, потому что все мы работаем с компьютерами, а компьютеры нужно как-нибудь защищать. И этот предмет как раз-таки объясняет нам, как и помощь программно-аппаратных средств защитить свои компьютеры, свои персональные данные. Мой любимый предмет – технология разработки и защиты баз данных. Я считаю, что данный предмет в будущем пригодится мне во многих сферах. Мне больше всего сейчас на данный момент нравится изучение информационных технологий. Мне нравится создавать программы различные, заниматься редактированным дизайном. И этот предмет в дальнейшем поможет в будущем с моей профессией программирования. Мне нравится предмет под названием «История». Нравится он мне, потому что я считаю, что каждый гражданин нашей страны обязывает знать историю своей Родины. Мой любимый предмет – это физическая культура, потому что программисты ведут сидячий образ жизни, и им нужно постоянное движение. Я училась в Мордовском педагогическом государственном институте на физико-математическом факультете. Я очень любила предмет, который назывался… И наш традиционный вопрос зрителям. Я надеюсь, вы внимательно смотрели наш Блиц-опрос. И нужно задать вопрос, каким предметом занималась Кузнецова Ольга Борисовна, и каким он был любимым во время учебы в Мордовском государственном университете. Ждем ответов под последним постом в инстаграме. А мы продолжаем общение с гостем нашей студии. Александр, на какой специальности ты учишься, и как ты поступил в наш колледж? Закончив 9 классов в средней школе, я принялся за поиски востребованной профессии, в которой оказалось техническое обслуживание, эксплуатация электрического и электромеханического оборудования. Данную специальность я нашел в Чебоксарском электромеханическом колледже, куда я поступил. А почему именно наш колледж поступил? Мне больше всего понравился именно этот колледж за счет своей базы и того, что есть 5 лет обучения. Вот ты же победитель. Как ты попал в этот конкурс WorldSkills Russia? В этот конкурс я попал благодаря своему преподавателю, Захару Андрею Михайловичу, который предложил мне попробовать свои силы в данном направлении. Так ты стал участником, получается? Да. Как проходил этот конкурс? Можешь рассказать подробнее? В 2017 году я победил региональный этап этого конкурса, после чего попал в отборку в городе Якосск. Пройдя отбор, уже попал на Сахалин, где участвовал в национальном чемпионате. А это вы командой выступали и ты один? В конкурсе выступает один участник. Всего их было 9 из 9 разных регионов. Главными конкурентами были Москва и Казань. А вообще было, наверное, нервно, когда ты ждал итогов? Во время конкурса я не переживал. Конкурс делился 3 дня. Состоял из трех этапов, где был механический монтаж, нужно было собрать стенд, кабель несущие системы, закоммутировать аппараты, собрать провода и запрограммировать их. Саша, я считаю, что ты настоящий чемпион. Ты заслуживаешь уважения, правда? Спасибо. Наш колледж носит название межрегиональной компетенцией. В России их всего 7. Именно в МЦК реализуется программа обучения самым важным профессиям и специальностям, которые вошли в топ-50 профессий будущего. Давайте познакомимся с ними вместе. С выбором профессий сталкивается каждый. Куда пойти учиться, кем работать, чтобы быть востребованным на рынке труда. Но где настоящие перспективы и какие профессии сейчас нужны стране? Развитие новых индустрий и промышленности ведет за собой смену типа специалиста и требований к нему. Какими знаниями, умениями и навыками нужно обладать, чтобы быть нужным в новой мире? Правительство России определило топ-50 наиболее перспективных профессий. В стране создано 7 межрегиональных центров компетенций. И один из них в Чувашии. По специализации – автоматизация, радиотехника, электроника. Выскоклассных специалистов по новым стандартам готовят в МЦК Чебоксарском электромеханическом колледже. Рабочие профессии 21 века. Они связаны не только с физической силой и владением инструментом. Вот рабочее место специалистов по электронным приборам и устройствам. Это специальность для колледжа новая. Раньше здесь выпускали монтажников радиоэлектронные аппаратуры. Уметь держать в руках паяльник плюс в активе любого мужчины. Но сегодня нужно гораздо больше. Не только спаять прибор, но и рассчитать параметры, нарисовать схему и потом сделать работающий экземпляр. К примеру, печатную плату с высокой точностью. На помощь монтажнику приходит современная электроника и специальные программные средства. В мастерской поверхностного монтажа и в мастерской наладки и регулировки радиоэлектронной техники студенты сидят, не поднимая головы. Уже завтра они будут производить и обслуживать высокотехнологичную электронику. Уверенно себя чувствуют уже на начальных курсах. Ведь занимаются в лабораториях, которые по своим характеристикам соответствуют требованиям реального производства. Продолжаем общение с гостями студии. Дарья, какие у тебя планы на будущее? Ну, на данный момент я планирую закончить колледж с красным дипломом и найти хорошую работу. Саша, вопрос к тебе. Кем ты работаешь? Сейчас я работаю техником в автоматизированных системах управления технологическими процессами. А ты обучение на данный момент продолжаешь? Я еще не поступил в высшее учебное заведение, поскольку ухожу служить в армию. А по возвращению из службы я поступлю в высшее учебное заведение. Давайте познакомимся еще с несколькими специальностями ТОПа 50 в нашем колледже. Колледж 21 века. В МЦК ЧМК кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены по последнему слову техники. Это последние разработки ведущих производителей в области электроники и измерительных приборов. Первое впечатление, будто в научно-исследовательский институт попадаешь. Так много всевозможной аппаратуры для отработки практических навыков. У ребят, как говорится, все аж от зубов отскакивает. Вначале рассказывают, было сложно, а сейчас уже закрытыми глазами смогут разобраться во всем этом обилии приборов и проводов. Да и рядом преподаватель, который объяснит, что можно и что нельзя делать, чтобы не жечь двигатель, не повредить датчик. Нет отрасли промышленности, для которой не актуальна была бы автоматизация технологических процессов. Это способствует повышению качества продукции и эффективности производства в целом. Автоматизация – одна из сильнейших компетенций ЧМК. Цех со станками с ЧПУ – лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем с ЧПУ. Полное погружение в профессию, никаких психологических барьеров в плане дальнейшего трудоустройства. Робот Кука. Таким может гордиться любой завод. А для учащихся ЧМК – это одно из рабочих мест. В мире, насыщенном автоматикой, компьютеры и роботы должны стать помощниками. Нужно настраивать систему искусственного интеллекта под выбранные человеком задачи. В МЦК ЧМК стали готовить и метрологов – специалистов, которые ведут контроль измерительной техники качества продукции. Они проверяют соответствие средств измерений государственным и международным требованиям. Это могут быть весы в магазине, банкоматы, милицейские радары, фары автомобиля, счетчики воды, газа, электричества. Выпускники колледжа – это и рабочие, и инженеры. Их компетенции соответствуют быстро меняющимся технологиям в сфере производства и услуг. На хорошие кадры всегда спрос. Широкий спектр подготовки в МЦК ЧМК дает возможность получить востребованную специальность и устроиться на хорошую работу. Двери ведущих предприятий, электротехнического кластера республики и разнопрофильных учреждений всегда открыты для выпускников колледжа. Ребята, давайте расскажем о интересных случаях в нашем колледже. Даша, может, у тебя есть? Ну, вся моя жизнь в колледже, прям ни одного буднего дня нету. Все время какие-то мероприятия, конкурсы. Вот сейчас на телевидении. Александр. Ну, я также подготавливался к соревнованиям, допоздна задерживал все в колледже и иногда даже засыпал на парах. А я вот, ну, сегодня были лабораторные работы, вот получил пятерку. Еще очень активная жизнь в колледже, даже вот сейчас вот ведущий на телевидении, помимо этого. У меня был интересный момент во время того, когда я сдавал сессии по математике. Я притащил тетрадь, получается, и спрятал ее под свою рубашку. В этот момент тетрадь начала выпадать у меня во время, получается, сдачи самого экзамена. И у меня учитель спрашивает, что у тебя, живот, что ли, прихватило? И я такой, нет. И потихоньку начал подходить, как-то потихоньку начал вытаскивать свою тетрадь. И как-то было очень стыдно, некомфортно. Интересно всем, тогда, помню, все смеялись, еще много вспоминали. Еще год, год меня, вот помнишь, там у тебя была тетрадь, выпадала с моей рубашки. Данил, а вот Даша и Александр, они уже выпускники нашего колледжа. Александр уже закончил его. А вот как ты сюда поступил? Почему? Поступил я сюда, потому что мне важно среднее образование. Я хочу, чтобы, когда я окончил ЧМК, у меня была практика, у меня был, получается, диплом среднего образования. И чтобы я потом мог спокойно пойти на высшее образование, на заочное. А я вот просто, я не хотел сдавать ЕГЭ, честно скажу. ОГЭ я сдал, написал его хорошо. И вот сейчас, поступив сюда, я об этом совершенно не жалею. Я набираюсь опыта, знакомлюсь с новыми людьми. И, в принципе, я об этом не жалею. Мне нравится учиться в колледже. Так. Даша, ты рассказала о том, как ты планируешь свое будущее. Александр рассказал о том, как ты планируешь свое и уже собирается идти в армию. А насколько удачная образовательная траектория? Ну вот, например, Александр, твои одногруппники учатся на специальности, как ты? Некоторые продолжают, некоторые сейчас уже служат в армии. Ну вот смотри, получается, они же время потеряли зря, пять лет обучения. Это их выбор. К примеру, кто-то уходит, кто-то нет. Вот и подходит к концу наша телепередача. Данил, у тебя, наверное, как всегда, есть какой-нибудь лозунг. Конечно, есть. В ЧМК учись на пять, будешь много получать. Вау. А 75 тысяч можно получать? Почему 75? Ну, потому что нашему колледжу 75 лет. И об этом мы поговорим на следующей передаче. До новых встреч. Пока.